Привет, Элатон, с вами Зет, сегодня будет наша третья вылазка по теме редких машин ворзах Horizon 4, хотя по факту третью частью было видео по теме pre-order машин и все инфе связаны с ними, подсказка на это видео сверху, ну а сегодня мы возвращаемся в привычные нам машины, которые можно поймать на аукционе, а не эти ваши паутачки, которых там попросту нет. Первой машиной сегодня у нас будет не Maserati, как в двух прошлых сериях, и похоже это уже стал даже традицией за две серии. Короче, подсказки будут появляться сверху в течение всего видео на прошлой серии, и так Lexus Ease F. Машина в основном для покатушек по карте и чилу, но мой друг иногда на ней вполне успешно ездит в A800 и S1 900 шоссейной серии. Но я предпочитаю либо покатушки, либо подрифтить на ней по городу, круто тоже очень. Машина реально редкая, обойдется в 2 миллиона 100 тысяч кредитов игровой валюты. Цена не такая большая, согласитесь, но от ее редкости вы конечно можете состариться, пока будете сидеть на аукционе и катать уже на ней своих внуков и картошку с дачи. Впервые машина появилась в 4 Форзе с 27 обновлением и была доступна с 50% завершения весны. А также появлялась в 29 серии весной за 50% завершения сезон и в 35 серии, совсем недавно в прошлом обновлении, осенью за 80% завершения всего сезона. Кстати, интересный факт, в магазине Форзатон она не появлялась. Советую всем машину для покатушек, но если очень захотеть, то можно и показать всю лексовскую силу в ранкете. Вторая машина на сегодня это Аполло, офигенно, едет в S2 998, можете ее юзать. К хорошим качествам относится скорость на поворотах, особенно затяжных, так как она славится своей прижимной силой, эта тачка. Также очень хорошая отзывчивость и рулежка очень приятная сама по себе. Разгон стандартный для S2 998. Из минусов, хотелось бы отметить посредственность зимой. Да, в S2 998 она немножко посредственная и меркнет, конечно, на фоне CLK или CCGT. Но и также еще из минусов хотел бы отметить максимальную скорость. Она не такая уж и высокая для этого класса. Из моего опыта использования Аполло в онлайн гонках я вам сейчас все перечислил. Почему эта тачка редкая? Это вопрос, который мог появиться у вас в голове. На моей памяти ее очень много раздавали, она была всегда на аукционе, но сейчас упала в цене до 1 миллиона. Да, она сейчас стоит всего лишь 1 миллион. И вместе с этим возросла редкость, так как люди умные и понимают, что сейчас можно заняться перекупом. И когда цена возрастет, продавать по цене в 8 миллионов, как и до этого было. Ну а сейчас ее тут нету, по одной причине подешевело, и никто вам не отдаст за такую сумму эту машинку. Хотя я уверен, что если захотите, то можете снайпнуть ее здесь. Аполло дебютировал в игре в 9 обновлении, с тех пор раздавался в следующих сериях. Кстати, очень много. Давайте сначала вам перечислю фор за тонн магазин. 11 серия весна за 2000 форзапойнтов, я в шоке, прикиньте, за 2000. А теперь сейчас проанализируйте, смотрите. 11 серия весна, 2000 форзапойнтов. 14 серия весна, тоже уже 1000 форзапойнтов. Дальше, смотрите, 16 серия, прям по нарастающей так идет, так убывающей получается. За 100 форзапойнтов. Ну и 19 серия на 14 февраля, на день всех влюбленных. Да? Да? Нет? Я не романтик. Ну так вот, она раздалась вообще бесплатно. Так что, я представляю людей, которые в 11 серии взяли за 2к форзапойнтов. Прям вот, мне вас жалко. Ну и 24 серия зима, 600 форзапойнтов. 30 серия, 600. 34 серия, 600. И 36-я, 600. Если вы знаете, то прямо сейчас в форзе 36 обновление. И вот эта машина появлялась за него, получается, у нас башка думает. Погодите, летом? Летом получается, да. Плейлист фестиваля. У нас, значит, 9 серия весна. Это как бы пробное, когда раздавали эту машину. Ну и серия 27 лета. Было за 80% завершение всего сезона. Я, конечно, прифигел сейчас того количества раз, в которых автомобиль появлялся в форзапойнт шопе. Да еще и за 2к форзапойнтов. Это что-то вообще совсем новенькое, честно. Я про такое даже не слышал. Даже ПО машины появлялись там за 1000. Если подводить итог по этой машине, берите ВС-2 998 и можете на ней там спокойно навтыкаться. Третья машина сегодня у нас. Это настоящая легенда японского автопрома. С нее началась такая автоспортивная дисциплина, как дрифт. Ведь именно на этой тачке великий и ужасный Кичи Цучия, гоняясь ночью на узких горных поворотах и дорогах Японии, понял, что если в некоторых поворотах пускать с помощью ручника машину в контролируемый занос, то машина будет проходить его быстрее. Именно так, по легенде, появился дрифт. Тойота Труэна или по-другому АЕ86, что значит Хачироку, где с японского Хачи 8, а Року 6. Теперь вы будете знать. Так что можете тачку тоже называть Хачироку. Появлению дрифта мы обязаны именно этой машинке. Кстати, в гараже Цичи Сана до сих пор есть именно та самая Труэна, по которой по преданию ему купили еще в юношеском возрасте и на ней он придумал дрифт. А вот игроки Форза могли лицезреть машинку с обновлением 18. Далее она появлялась в 23 серии, в 28 и в 34, да совсем недавно. В Форзатон Шопе она была в 25 серии и в 29. Причем в 25 серии всего за 100 форза поинт. Если вы фанат дрифта или смотрели аниме и не шелди, то вы просто обязаны иметь в своем гараже этот легендарный автомобиль. Если у вас его нет, то я считаю, что вы не можете по праву считать себя настоящим дрифтером. На аукционе малышка Чурок обойдется вам 8 кусков, так что ловите, эта тачка должна быть точно у вас гаража. Четвертая машина это самая дешевая тачка из всех машин в этом ролике и при этом по всей сути она метовая для С2 998. Так как если вы реально к ней придрочитесь, привыкнете, то вам просто не будет равных в ранге, где это правда. Это та самая тачка, которая может сделать CCGT или CLK GTR, потому что я именно на них катаю в С2 998, но до усрачки боюсь именно эту машину. Когда я вижу ее сзади, то невольно мое очко начинает потихоньку сжиматься, а управление на тачке становится более трудное. В игре она появилась с 16 давлением, а далее появлялась. 20 серии осенью за 80% завершения всего сезона, а также форза тон шел в 23 серии за 100 форза поинтов и в 33 серии зимой за 350. Цена ее составляет всего 76 тысяч, но ты сначала попробуй ее найди на аукционе. Последняя, пятая машина на сегодня, это Ford Escort RS 1800 Mark II под пятым номером. Это легендарный ралли-автомобиль, который выиграл целых 16 ралли-гонок в мировой ралли-серии в мировом чемпионате. В 1979 году именно на этой машине Бьен Вальдегорд взял титул чемпиона мира по ралли в группе 4. Что это за группа, не знаю, я знаю только группу B, я больше по F1 шарю. Сорян, те, кто ралли любит. Можете, кстати, написать в комментах, что да как, кстати, группа 4 обстоит дела. В 24 обновлении дебутировал этот Ford Horizon 4. Появлялась она далее. Фестивальный плейлист 24 серия «Лето» и 29 серия «Зима». Причем давалась она просто за сезонный чемпионат. Ну и форза тон шоппи ни разу не появлялась. На аукционе стоит 270 кусков, но я смог прямо во время записи видео урвать еще один себе такой в коллекцию. Тачка реально крутая, появлялась всего два раза, так что имеет реальную коллекционную ценность. И я сейчас решил разыграть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в беседу с розыгрышами и там пишите порядковый номер. Если вы первый, то пишите один, если второй, то два и так далее. Потом с помощью рандомайзера я выберу победителя и передам вам по минимальной цене эту тачку на аукционе. Ну что ж, Пелотон, для вас вещал Z. Огромное спасибо за просмотр, за поддержку. Всех благ, всего вам хорошего, всем пока. Продолжение следует...